Этот парень сделал сальто, спасший ему жизнь, а этот водитель чудом избежал ДТП, а эта женщина за секунду стала богачкой. Все они невероятные счастливчики и таких людей больше, чем вы думали. Военный успел ухватиться за борт в последний момент, когда хотел быть десантником, а взяли в пехоту. Вот это, я понимаю, эффектный способ поздороваться. Фургон точно был загружен талисманами. Трюк парня на квадроцикле, конечно, хорош, но не настолько, как сделал оператор. Он при этом еще и снимать продолжил. Рыбак не был готов к такому количеству везения одновременно. Контент ее инстаграма мог бы получиться более печальным. Но в этот раз ей повезло. А здесь все решила дистанция. Каякер спустился на воду еще круче, чем планировал. У фаната Лейкерс была всего одна попытка забросить мяч с половиной корта, чтобы выиграть 100 тысяч долларов. И он это сделал. Когда у твоего коня хорошее чувство юмора. Велосипедистам очень повезло, а вот медведю так себе, опять голодным сидеть. Девушка уже не надеялась на успешный бросок, но в итоге... Она была настолько уверена в неудаче, что отвернулась, но ушла с главным призом. Вовремя же ему приспичило. Думаю, лыжник даже не понял, насколько ему повезло. Человек ушел с дороги буквально за секунду до. А он вовремя сообразил, что делать. Это еще одна версия кадра из фильма «Человек-паук». Если я и пойду на рыбалку, то только на такую. Ну или такой вариант рыбалки тоже неплох. Когда захотел избавиться от бутылки, но удача не дала это сделать. Вот почему стоит смотреть по сторонам, когда собираешься прыгать с такой высокой скалы. Парень мог получить скейтом по голове, но его спасла реакция. Этот водитель фуры либо мастер перестроений, либо просто счастливчик. Женщина отгоняла людей подальше, чтобы их не ударила статуя, а о себе не подумала. Но вселенная позаботилась о ней. Парень не попал в свою лунку, но получилось еще круче. Оказывается, бильярд в неумелых руках это очень опасный вид спорта. Случайно получилось совместить футбол с баскетболом и при этом еще в кольцо попасть. Фургон проехал за несколько секунд до того, как огромный оползень обрушился на дорогу и снес все на своем пути. Шансов попасть было один на миллион, но сегодня ее день. Оседлать буйную лошадь и чудом не сорваться, это посложнее будет, чем прыгать на резиновом быке. Не зря говорят, что дуракам везет. Вряд ли велик бы пережил, если бы они сделали вторую такую попытку. Как выбрасывают мусор удачливые люди? А этот бензовоз очень опасно занесло, и до столкновения с легковушками оставались сантиметры. Но все закончилось хорошо. Мотоциклист врезался в соперника, но, к счастью, смог зацепиться за его мотоцикл и удержаться, и остался целым и невредимым. Я еще никогда не видел, чтобы занос на дороге закончился так хорошо. На этом перекрестке явно стоял какой-то дорожный знак с изображением клевера, который защитил людей от водителя-болвана. Это ж как нужно не дорожить своими пальцами, чтобы так делать. Сотрудник автосалона, видимо, перепутал газ с тормозом и чуть не наделал много бед. Обошлось почти без последствий, главное, что никто не пострадал. Гляньте, что нашли эти ребята в мусоровозе. Должно же им хоть когда-то повезти с такой-то работой, так что давайте просто за них порадуемся. Водитель вышел расслабиться на воздухе, как вдруг перепрыгнул так, будто всю жизнь этим занимался. Собака решила поплавать, но оказалось, что все это время там был крокодил. Повезло, что он оказался дружелюбный. Ну или просто сытый. Твое лицо, когда избежал очень опасного падения. При съемках этого видео ни один бургер не пострадал. На этом у нас все. Не забудьте на нас подписаться, чтобы не пропустить лучшее видео. Субтитры сделал DimaTorzok